А в Акмолинской области намерены расширять ассортимент продукции действующих предприятий. В основном в регионе производят муку, хлебобулочные и молочные изделия. В текущем году объем внешнеторгового оборота составил 212 миллионов долларов. Подробнее Марина Смогулова. Сейчас в Акмолинской области продукты питания производят 237 компаний. Доля пищевой промышленности в общем объеме производства составляет 14%. В этом году регион выпустил на 31% больше растительного масла, сливочного на 28%, муки на 17% и молока на 3%. Одно из перспективных направлений – это переработка масличных культур, поэтому у нас стало больше предприятий по производству растительных масел, в том числе и льняное масло. Расширяется ассортимент традиционных наших продуктов питания. К слову, стабильно ведется и мониторинг безопасности продукции. Так, с начала года исследовано более 3000 образцов пищевых продуктов. Доля несоответствующих продукций местных производителей составляет 1,5%. В основном несоответствие выявляется в части ее маркировки, которая не влияет на качество безопасности продукции, но не дает возможности потребителям узнать срок годности, например, условия хранения пищевой продукции, либо отсутствие информации на государственном языке. Между тем, на прилавках региона изобилуют продукции от различных неместных производителей. В основном товар – это российский производство. И Алматы, и Астана. А в нашей Акмолинской области единственное, только у нас есть мука, как считалось сказать. Мясо, молоко, яйца, хлеб местные. А вот крупы, гречка, рис, пшено до сих пор пользуются популярностью завозимые. Продукция Акмолинской области широко представлена на прилавках Астаны. Специалисты говорят, что это главный показатель того, что регион успешно справляется с задачей по обеспечению мясомолочного пояса главного города Казахстана.